Всем привет дорогие друзья, приветствую вас на своем канале и сегодня у нас речь пойдет о том, как нужно оптимизировать игру под свой компьютер. Все мы наверное знаем то, что GTA 5 наверное самая лучшая оптимизация за последние годы, но тем не менее этого не хватает многим железякам и проблемы кроются как раз таки наверное в них, потому что у кого-то возможно слабый процессор, сильная видеокарта или наоборот сильная видеокарта и слабый процессор или просто компьютер, который уже мягко говоря не особо подходит для игр подобного содержания и поэтому нужно немножечко оптимизировать или по крайней мере помочь нашему компьютеру справляться. С ионными задачами, когда мы играем в эту замечательную игру. К сожалению, каждая система по-своему уникальна, да я имею ввиду комбинация материнская плата, процессор, оперативная память и плюс видеокарта и найти какие-то общие параметры, общие настройки для всех, ну это наверное фактически просто нереально, потому что у всех абсолютно разное железо, за исключением людей, которые покупали какие-то сборки, да у них там возможно где-то как-то что-то совпадает. Поэтому я ни в коем разе не могу просто взяться и объяснить всем, как нужно правильно оптимизировать железо и на своем примере просто продемонстрирую, как это сделал я. В общем, системки моего компа следующие, i5-3470, видеокарта GeForce GTX 750 Ti, 8 гигов оперативной памяти и в принципе все. Все, вот, исходя из этих системок я добился стабильного в 60 FPS, но без того то, что я настраивал, естественно вы видите слева на экране, как это все лагало под 43, а то и меньше FPS, это было не очень комфортно, постоянно какие-то фризы, в общем судите сами. И теперь, что касательно настроек, перейдем непосредственно к ним, для этого нам естественно нужно нажать Escape, но я думаю вы сами разберетесь, где они лежат. Итак, первое, что нам интересно, это вкладка видео. Во вкладке видео мы можем выключить или включить галочку, которая будет ограничивать наше железо. Я рекомендую, если у вас слабая видеокарта, ставить все-таки 10 дирекс, далее оконный режим без рамки, ваше разрешение вашего экрана, формат вашего монитора, ну и естественно все дальше по вкусу, по цвету, насколько способна ваша видеокарта. Я играю на GTX 750 Ti, немножечко под разгоном, о разгоне немножечко поговорим в конце этого ролика и можете посмотреть на каких настройках у меня все стоит. Напомню, что видеокарта от них не топовая, это можно сказать одна уже из уходящих вдали, в недра игростроя видеокарт, которая в принципе уже не играбельна по большому-то счету. Но тем не менее, тем не менее, мы ее используем и наверное в ближайшее время, надеюсь, не придется ее менять, хотя уже пора бы. Я честно говоря не отказался бы от замены, но к сожалению пока не хватает финансов. Так что, что касательно настроек, все-таки они в игре по вкусу, также можно запустить внутриигровой бенчмарк и на его примере проверить, как ваш система будет справляться с той или иной сценой. Также в игре и присутствуют настройки дополнительные, здесь я рекомендую все собственно выключить, потому что это абсолютно не нужно, если ваша видеокарта немножко заикается, то лучше все это дело выключить. Потому что длинные тени и тени высокого разрешения, а также вот эта вот длина отрисовки объектов, когда вы летите в самолете, это вам совершенно никак не изменит картинку, даже если вы хотите насладиться пейзажами GTA V, то рекомендую вам это отключить, потому что это немножечко съедает ваш FPS. Ну а далее не будем затягивать, перейдем к настройкам видеокарты непосредственно. Я знаю то, что у всех всего два вида видеокарт существует, это видеокарты Nvidia, к коим я обладаю, все видеокарты от AMD Radeon. Естественно у них там свои примочки, свои заморочки, но в целом картина, я думаю, должна быть ясна обоим пользователям. К сожалению, я не имею видеокарточку от AMD, но я считаю, что софтина у нас примерно похожа и как минимум выполняет одну и ту же функцию, поэтому, наверное, этот совет будет полезен и этим ребятам. В общем, переходим в настройки нашей видеокарты и ищем вкладочку управлением приложением. Далее почти все нужно, наверное, выставить на рекомендованное от Nvidia, за исключением текстур. Ну, в общем, смотрите сами, если вам нужна производительность, то, естественно, вы все настройки тыкаете в удел производительности. Если вам нужна, опять же, картинка, то вы в пределах картинки, мало ли, этот ролик будут смотреть люди, у кого достаточно мощные видеокарты, слабые процессоры, поэтому вы делаете относительно противоположной функции. Вот, допустим, у меня видеокарта слабая, поэтому я в угоду производительности все галочки свои, собственно, выставляю. Но если у вас сильная сторона это видеокарта, а слабая сторона это процессор, то, естественно, вы делаете все в противоположном русле. Я думаю, этот момент вам, в принципе, понятен. Ну и в дальнейшем, естественно, можно пошариться здесь досконально. Есть еще несколько вкладочек, которые управляют нашим 3D изображением. Здесь также можно все выстоять в вашу пользу. То есть, смотрите, переходим, допустим, в управление физикой, и в управление физики также мы можем выбрать, что у нас будет рендерить ту самую физику. Я выберу центральный процессор, потому что, опять же, повторюсь, видеокарта у меня крайне слаба в этом плане, и поставлю ее. Если же вы считаете, что ваша видеокарта справляется, то вы можете поставить ее. Но, опять же, если вы ни хрена не знаете, не можете определить, что у вас мощнее, процессор или видеокарта, лучше оставить все как есть. Ну и вот по поводу регулировки изображения и его настройками, то здесь, собственно, мы также выставляем, что нам нужно. Если мы хотим немножко потерять в качестве и прибавить в картинке, то, естественно, делайте так же, как я показываю на видео. Ну а если вы хотите, наоборот, прибавить в картинке, убавить производительность из своего железа, то ставьте в противоположную сторону галку. Далее я рекомендую изменить вам файл подкачки. Как это сделать? Ну, это наглядный пример, естественно, я сейчас вам покажу. Открываем мой компьютер, щелкаем «Свойства». Далее ищем вкладочку «Дополнительные параметры системы» и нажимаем ее. Во вкладке «Быстродействие» жмем «Параметры». Здесь мы выбираем, естественно, «Быстродействие». Ну и здесь, смотрите, какая фишка. Мы можем обеспечить наилучший вид, либо же, наоборот, обеспечить быстродействие. Вы можете убрать все эти галочки или же поставить, или сделать так, как вам нужно. Но это не совсем то, что я хотел вам показать. Далее мы переходим в «Дополнительное» и здесь нам нужно нажать кнопочку «Изменить», где написано «Виртуальная память». Далее выбираем наш жесткий диск и смотрим, сколько у нас оперативной памяти. Если у вас, допустим, к примеру, 8 гигабайт, то вы пишите в два раза больше. Естественно, в тысячах. Потому что 1 гигабайт – это 1000 мегабайт. Я сделал 16, потому что у меня 8 гигабайт. И, естественно, нажал «Ок». После этого нужно перезагрузить компьютер, но так как я уже применил, мне этого делать не нужно. Так, ну а теперь, естественно, мы перейдем после того, как вы наши железяки настроили, игру настроили. Теперь нам остается немножечко почистить наш компьютер. Да-да-да, не удивляйтесь. И причем я сейчас говорю не только про внутреннюю чистку, я еще и говорю про наружную. Ведь, возможно, у вас существует проблема с охлаждением. Либо же ваша система засрана настолько, сколько это только возможно. Я не знаю, вы миллион лет не переустанавливали Windows, вы миллион лет не чистили пыль. В конце концов, вы уже 200 лет не меняли термопасту. И, возможно, это источник ваших лагов, потому что ваш процессор нагревается во время игры. Либо же, наоборот, это случается с видеокартой. Поэтому рекомендую просто взять и начать чистить. Вот это банально, наверное, звучит, но тем не менее. Начнем чистить мы, пожалуй, с естественной системы. Потому что именно это я смогу вам продемонстрировать. А то, как чистить компьютеры, я думаю, вы сможете загуглить. И то, как поменять термопасту, надеюсь, тоже. Потому что сейчас я не буду этим заниматься. Это было бы глупо. Да и бандикам, к сожалению, не сможет внутренности моего компьютера снимать. Но камеру я, как вы знаете, не имею. Поэтому, поэтому смотрим. Краткую инструкцию о том, как можно почистить компьютер, через какую программу. Для чистки программы подходит замечательно программа Cleaner. С таким вот замечательным названием. Все достаточно просто. Интерфейс на русском языке. Абсолютно все вкладочки должны быть реализованы. Если вы ее первый раз вообще запустили на своем компьютере. Это удаление лишних файлов данных с интернет-браузера. Это чистка реестра. Это удаление программ, которые у вас висят уже хер знает сколько лет. Дальше управление автозагрузкой. Ну и прочие-прочие другие вещи. После всего того, что вы проделали, настоятельно рекомендую тут же сразу перезагрузить компьютер. И сделать дефрагментацию жесткого диска. Если у вас несколько жестких дисков, то рекомендую сделать дефрагментацию всех жестких дисков. Это также поможет вашей системе немножечко ускориться. Ну а теперь возвращаемся в самое начало. И вспоминаем о том, что я говорил. Теперь это у нас чистка компьютера, это термопаста. И естественно смотрим за температурой. Если что-то где-то перегревается, то скорее всего это тоже также является источником лагов. Ну и нужно также обратить внимание на то, что если не справляется либо же процессор, либо же видеокарта, то это также является источником лагов. Нужно замониторить, замерить, засмотреть. И запомнить, что именно у нас происходит с компьютером, если вы этого не знали. Настоятельно это рекомендую перед тем, как начинать что-то исправлять. Это самое главное. Ну а теперь, после того, как вы узнали, какая именно из деталей у вас начинает отставать во время игры в GTA, допустим, это видеокарта, которая работает на 100%, то переходим к разгону. Сразу хочу сказать, что каждая видеокарта будет разгоняться по-своему. Я буду вам показывать сейчас на примере GeForce GTX 750 Ti. Если у вас какая-то другая видеокарта, то естественно вы где-то в другом месте ищите конфигурацию под свою видеокарту. Ни в коем случае, ни в коем разе не разгоняете свою видеокарту, если она у вас отличается от моей. Еще раз напоминаю, что я разгоняю GeForce GTX 750 Ti. И теперь специально для особо одаренных, какие в любом случае найдутся, знаете, вот эти парни, которые вечно начинают задавать какие-то глупые вопросы. Обычно они не достигли еще возраста 12 лет. Вот специально для таких ребят. Вот я вам прям вот крайне не рекомендую смотреть этот видос дальше. Просто закройте его нахер и валите отсюда. Разгоном нужно заниматься только тогда, когда вы понимаете, что вы делаете. Если вы не понимаете в этом нихрена, если вы первый раз с этим сталкиваетесь, вообще просто закройте этот ролик и не смотрите его дальше. Ну а если вы уже ознакомились, так сказать, со своим железом, набрались духа морального и хотите просто посмотреть, что дает нам разгон и что делает он именно с GeForce GTX 750 Ti, как это повлияет на нашу игру, то можете остаться и посмотреть, в общем. Я буду использовать бесплатную утилиту EFGA, которую можно скачать в стиме совершенно бесплатно, но я рекомендую ее, собственно, скачать с официального сайта, потому что в стиме, как это незабавно и странно не звучит, в стиме выложена старая версия. Вот так вот. Если вы хотите более новую, более современную утилиту, то рекомендую скачать ее с официального сайта, это проблем не составит, нужно просто зарегистрироваться. Ну и разгон на самом деле осуществляется очень просто, вам нужно просто выстоять какие-то определенные данные. Верхний ползунок у нас отвечает за чистоту процессора, нижний ползунок у нас отвечает за чистоту памяти видеокарты и все, в принципе, как и везде. Если мы увеличиваем чистоту процессора, то, естественно, у нас улучшивается ее производительность, если мы улучшаем память, то, естественно, то же самое происходит. Но после того, как вы двигаете данные ползунки, у нас, естественно, увеличивается нагрузка на видеокарту, поэтому нам нужно увеличивать вольтаж, который мы подаем, это будет ползунок справа, естественно. Помимо этого, у нас, естественно, увеличивается температура, если ваша видеокарта и так стоит в обычном, в своем рабочем диапазоне, да, нагревается на 70 градусов, то, я думаю, ее нет смысла особо разгонять, потому что она будет разгоняться, ее температура также, да, и будет уже увеличена до 80, а то и 90 градусов. Для того, чтобы спалить видеокарту, нам, наверное, нам, наверное, достаточно будет 75-80 градусов, чтобы некоторые модели пыхнули просто и превратились в металлум. В общем, как вы видите, особого мата и не нужно для того, чтобы разогнать видеокарту, и опять же, хочется оговориться о том, что разгонять нужно постепенно, помаленьку, как бы нащупывая свои возможности. Если программа вам показывает то, что уже нельзя это сделать, а точнее, она вам этого никогда не покажет, вам нужно будет это мониторить, то есть открываете игру и постепенно, постепенно добавляете вот эти ползунки, сохраняясь периодически, но если у вас что-то где-то получилось не так, и вы увидели какие-то артисты, артифакты на экране, какие-то проблескивания, какие-то вспышки света яркого или темного, какие-то квадраты без текстуры и прочее, это уже как бы тревожные звоночки о том, что ваша видеокарта не справляется, и пора бы немножечко подубавить, потому что, возможно, возможно, ваша железяка просто не справится с тем диапазоном, который вы выстоите, да, и тогда будет работать, естественно, некорректно, неправильно, и вы, естественно, сразу это заметите. Также возможен такой исход событий, то, что вы пришли и как бы просто пальцем в них тыкнули сразу на максимум, ваш компьютер тут же перезагрузился, и видеокарта начинает постоянно эти параметры устанавливать для себя, здесь вам уже придется либо же переустанавливать систему, либо же просто включать компьютер до победного, пока вы не сможете сбросить свои настройки, которые вы выстояли, поэтому нужно все делать крайне осознанно, крайне аккуратно, не спеша, не тратя нервы, потому что на кону стоит, как минимум, ваша видеокарта и ваша нервная система, поэтому, ребята, будьте внимательны, и я надеюсь, что у нас не будет никаких осечек, никаких проблем с тем, что вы сделаете. Еще раз повторюсь, если вы досмотрели этот ролик до конца, и вам 12 лет, ни в коем разе даже, блядь, не пробуйте этого делать, потому что у вас явно не хватит мозгов, и, скорее всего, вы спалите и свой компьютер, и свою жопу, и еще и ремня от бате получите, так что не рекомендую вообще ни в коем разе. Ну, надеюсь, это не звучало как вызов, потому что всегда найдутся индивиды. В общем, что касательно процессора, их также можно разогнать под отдельную систему, под каждую материнку, под каждый процессор, естественно, опять же, свои характеристики для разгона, то есть один и тот же процессор на разных материнских платах будет разгоняться совершенно по-разному, плюс еще в совокупности с вашей оперативной памятью. Поэтому здесь я вам тоже ничего особо подсказать не могу, гуглите под свою систему, кто на какой железке работает, тот по ту железку и, собственно, гуглит. Ну, в общем, это все, какие-то полезные советы вроде как все исчерпаны. Пожалуй, пришло время заканчивать. Еще раз хочу напомнить всем о том, что самый полезный, интересный, замечательный, веселый, какой угодно комментарий, который мне понравится, попадет в конец ролика. Если вы хотите попасть в бегущую строку, то вам достаточно просто быть подписанным на мой канал. Ну и все, пожалуй, на сегодня. С вами был Дэдлинк, ролик аж на 20 минут затянулся. Всем пока, всем удачи и до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok